доброго времени суток всем кто заглянул на мой канал сегодня у меня снова длинное болтологическое видео так что као чай као кофе приглашаю сегодня я хочу продолжить свой рассказ о том как я докатилась до такой жизни как я стала приемной мамой не было у меня такого как я уже говорила что вот я всю жизнь мечтала есть стать не было такого что вот я подвиг не хотела совершить ничего такого не было в общем я смотрела много очень фильмов разных на такую тематику слушал разные семинары вебинары как они там все разные разные названия есть у этого всего смысл один то что кто-то делится своим опытом кто-то вот как психологи просто просвещают родителей в общем все это я смотрела слушала впитывала как губка делал для себя выводы и настал тот момент когда я решила пойти нашу опеку ну тут надо еще упомянуть то что в основном вот эти все видео есть вот такой сайт фонда измени одну жизнь благотворительного там очень много видео анкет детей сирот которые ждут своих родителей очень много видеороликов о состоявшихся приемных семьях приемные семьи разные есть семьи полные скажем так многодетные есть семьи полные но может быть там один-два ребенка а есть и неполные семьи где или только одна мама или только один папа но они тоже приемные очень каждая семья имеет право на свое существование и все вот эти видеоролики созданные фондом они все пропитаны таким уважением к родителям открытым приемным в основном все приемные родители рассказывают что там были трудности что вот но все это преодолимо если у вас есть цель если вы хотите этого значит вы должны идти к этому о том что дети ждут ребенку нужна семья и вот какое счастье для ребенка когда он дождался семью и когда случается такое что кто-то вот например смотрит такие ролики как я посмотрела вся такая возвышенная наполненные чувством гордости что вот я наверно тоже стану одной из таких вот приемных мам в общем пошла я в нашу опеку тут надо еще пока я сидела в коридоре я вспомнила что я здесь уже не раз была у нас тогда было два ребенка у меня был никита старший и миша миша был еще маленький совсем решили съездить на юг вот и нас никиты на счету были небольшие деньги это по завещанию вот никите еще не было 18 лет мы подумали а чуб эти деньги не снять потому что тогда шло обесценивание денег купить на них практически ничего уже нельзя было думаю мы снимем и добавим к тем деньгам которые мы будем тратить на юге в общем нам объяснили в сбербанке что раз это по завещанию то нужно идти в опеку вот мы пришли в опеку мне значит объяснили что нужна цель на какие на какую цель вы хотите снять эти деньги может быть вы хотите купить компьютер ребенку нет у нас есть компьютер но может быть у него там нет кровати или стола все у него есть кровать и стол не знаю что там еще нужно какая цель должна быть ну может быть вам там на лечение нужно какое лечение там сумма копеечная в общем не дали нам разрешение нам отказ выдали вот я тогда жутко обиделась на все это деньги мы потом сняли когда им исполнилось 18 лет и сняли мы уже копейки абсолютные копейки мы купили если не соврать то ли коробку конфет то ли еще что то в общем они бесценились настолько что ну очень обидно было когда их ложили на счет это были деньги это были приличные денежки можно было действительно купить компьютер может быть даже не один но так случилось что вот моя тетя которая уложила на этот счет она пенсионерка была и там были проценты повыше вот поэтому мы положили на ее счет никто же не думал что она скончается и так получилось что все завещание я знала что все завещание было на никиту составлено и деньги вот эти все что на ее счете были наши деньги они тоже перешли по завещанию на никиту вот так получилось первый опыт знакомства с опеками не был негативный теперь о втором опыте знакомства я знаешь пришла в опеку сидела там очередь и ждала когда освободится кто-то из специалистов смотрела как люди туда заходят за справками потому что если вы что-то продаете какое-то жилье вам тоже приходится туда идти за разрешением то если вы продаете жилье в котором зарегистрирован ребенок а то же это специалисты опеки дают такое разрешение очень меня просидела очередь настала моя я пришла в кабинет объяснила цель своего визита что вот я такая собираюсь вот стать приемным родителям что мне для этого нужно мне выдали список документов какие нужно собрать но попросили сначала зайти к начальнику опеки или начальнице как правильно сказать не знаю даже так к руководителю в общем я прошла в ее маленький кабинете она решила со мной побеседовать выяснить причины того почему я решила стать приемным родителем ну я к этому времени конечно подкованная уже была дамочка я знаю что психологи для опеки определили определенные риски одним из рисков значит является что нет своих детей вторым риском является то что ребенок например по какой-то причине но погибли что-то с ним случилось то есть родители ищут замену ну ребенку это тоже риск к таким они людям специалисты опеки относятся настороженно к тем у кого низкий доход тоже считают что хотят люди богатиться смешно звучит конечно ну знаете вот в некоторых регионах очень существенные выплаты поэтому это в нашей области выплаты копеечной других регионах есть выплата серьезная и то что он показывает по телевидению да имеет место быть действительно люди набирают много детей не дают им должного воспитания просто пользуется деньгами но в нашей области я такого вот явного обогащения не слышала какое обогащение откройте любую область да и посмотрите вот в какой вы проживаете посмотрите какие у вас выплаты это можно найти департаменте соцзащиты там есть опекунские пособие все там расписано до копейки так в общем я с вашего позволения буду придерживаться того что я набросала иначе остапку понесет и надолго все это будет в общем как я уже сказал я общалась до моего визита в опеку по интернету с приемными родителями они мне рассказывали как к кому относились в опеке специалисты все разные человеческий фактор присутствует у кого-то замечательные работают там люди а у кого-то черт свои сухари а у кого-то вообще какой-нибудь вредитель вот наши так я вам скажу серединка на половинку в общем встречают по одежке и в общем со мной вот решила значит ну видимо у них ритуал такой наверно завести разговор от руководителя опеки она мне быть ну расскажите мне почему решили так ты я уже значит я актрис включила я таким найти говорю понимаете вот столько детей сирот а у нас как такая вот семья у нас четверо детей мы можем еще одного приютить ребеночка его будет хорошо и нам будет хорошо ну что она меня и так спрашивала сяк спрашивала там про деньги еще про что-то вот я и говорила что значит я вам все принесу все справки там и почитаете в общем она мне сказала что нужно сначала пройти школу приемного родителя это новое ввели раньше такого не было я уже знала что такое существует я даже смотрела несколько программ этой школы приемного родителя в общем я приехала в наш детский дом кенешемский и мне объяснили что или занятия будут индивидуальные со мной или нужно подождать группу вот я сказала что я подумаю перезвоню думаю я так сидела подумала подумала и решила что для меня интереснее будет группа чем индивидуальные занятия потому что я люблю общение и общительный человек у меня работа такая если дни общаюсь постоянно с покупателями и в работе с психологами мне тоже будет интересно если это будет группа я посмотрю на других потенциальных приемных родителей которые придут смотрю что движет ими как они это все воспринимают что мне еще хотела сказать то что я еще умею по глазам читать у людей и вот когда значит начальница этой опеки меня выслушивала у нее в глазах было написано ну ничего себе дура короче еще одна дура ну ладно мне вообще фиолетово чего во мне думают я-то знаю зачем я пришла вот в общем что я хочу еще сказать мысли меня спутались немножко извините меня я вот каждый раз когда рассказываю мне опять вот это вот все набегает сегодня-то меня так в общих чертах рассказ а вот третий рассказ будет о том как я оформляла документы вот там у меня был бегунок так бегунок в общем все самое интересное впереди так в общем про школу приемных родителей ждала я долго когда группа сформируется где-то месяцев 6 наверно я к этому времени еще там тоже смотрела книжки читала вот потом мне позвонили сказали что группа набралась и начались на занятия психологии очень грамотные на мой взгляд такие специалисты были но и все-таки с детками с такими вот работают интересно было с ними как я и предполагала гиппенрейтер там конечно присутствовало и учение вот это мне не очень импонировало потому что в прежнем своем видео я уже объясняла что мне почему-то не срастается и и книги я то что читала вроде все правильно говорит но вот не знаю не мою не для меня очень мало давали с петрановской вот там больше как говорится правды да она больше приближена и к приемным родителям и приемным детям потому что петрановская она работает с такими и родителями детьми гиппенрейтер чистой воды сказать теоретик я так думаю потому что это все у нее теория так в общем наша группа была я считаю сильная была еще одна молодая семья с нами с которым мы потом сдружились и они раньше взяли детей причем сразу троих них свой кровный один мальчик и вот и троих еще предложили они взяли этих троих деток их стала семья из шести человек мама папа и четверо детей еще с нами одна женщина занималась этой группе учитель в школе но у нее обстоятельства оказались сильнее и она не стала приемным родителем так в общем что хочу сказать про школу приемного родительства единственное чего вот нам там не хватало мне лично я не знаю как я за остальных не буду говорить мне лично не хватало общения с уже состоявшимися приемными родителями мало того что вот я конечно через интернет вот как бы да переписывалась с другими так но мне хотелось и с теми кто у нас здесь живет я пыталась в одноклассниках наладить контакт но почему-то все так закрывались стеной никто не хотел ничего говорить рассказывать 5 кого-то вот мир такой тесный и туда никого не допускали очень странно я об этом психологом сказала вы понимаете что вот на моем этапе пути мне вот это общение очень нужно потому что наверняка у них были какие-то ошибки какие-то там огрехи и они бы с этим поделились чтобы мы свои шишки не набивали что хорошо то что они прислушались вот таким словам и вот следующие уже занятия другие группы они стали приглашать приемных родителей это уже было она наверное на одной такой вот встречи мы их не пугали мы просто честно так рассказывали о том какие могут быть подводные камушки какое может быть общение с нашей опекой что можно там говорить что нельзя там говорить потому что как я уже говорила человеческий фактор он присутствует вот так что я там еще набросала что мне сегодня сказать да вот hpr мне еще не нравились некоторые тесты которые вот проводили с нами не секрет что они есть в интернете все эти тесты и вот те люди которые идут за детьми для цели скажем так не очень благовидных они все равно эти тесты пройдут потому что им нужно и они это сделают и они эмоционально неустойчивы эти люди они ответят все правильно а вот мы после вот этих всех занятий мы эмоционально были неустойчивы и тесты которые проводили они показывали что мы как сказать не можем стать приемными родителями в общем там был тест по каким-то цветовым карточкам я вообще его не понимала да у меня настроение может меняться и вообще весы у меня вообще настроение может меняться каждый там пять минут но это же не значит я не могу себя контролировать очень я не понимала такой тест потом следующий тест был там уже приглашали вторую половинку у меня сергей туда ездил и был задан вопрос а в общем результаты тест который сергей прошел по одному только ответу не ему сказали что в общем папа то ваш не хочет нет ну я знаю что он не хочет дома вообще тест даже зарубил это как очень ему задали вопрос ребенок семье должен быть по какой причине что так как же там задавался вопрос то а зачем нужен приемный ребенок вот что то так или почему нужно взять приемного ребенка и там варианты ответов значит для того чтобы семье были дети для того чтобы ну там еще какая-то еще какие-то там два или три ответа очень у меня сергей выбрал для того чтобы семье были дети и компьютер посчитал вот этот ответ неправильным я потом его спрашиваю серёж ты чё имел ввиду ну как ну чтоб ребенок жил в семье как вот к тебе надо было выбрать ответ чтобы ребенок был семье это какая разница чтобы семье были дети то есть он для себя сделал ударение чтобы в семье были дети а в компьютере оказывается вот эта фраза обыгрывалась как для бездетных семей то есть у них нет детей и вот чтобы в их семье были дети они берут приемного но смешно понимаете отец четверых детей ответил вот так и он получается зарубил тест в общем это был у меня еще один минус когда я пошла в опеку то есть вот психологи же составляя психологический портрет приемного родителя и у меня был жирный минус то что вот у меня муж так ответил так что если кто-то вот думаете и проходите тесты на как говорится трезвую голову или дом занятий с психологами чтобы у вас эмоциональное состояние было устойчиво вот или думаете так в общем что еще в общем вот кстати да про этот же тест я скажу что если бы вот этот тест отвечал человек который как раз вот берет детей для неблаговидного да и он бы его прошел он был прошел правильно так что там еще мне нужно сегодня сказать видно уже много получилось длинное видео очень сложно тем более вот такая бутология мне будет проще если мне может быть кто-то вопросы задаст если кому-то интересно я в следующее видео включу ответы на такие вопросы и также вот как я уже говорила расскажу о том как я оформляла документы потому что тоже возникали сложности потом скажу как прошел поиск детей то что говорят что там детские дома у нас переполнены да детей много но вот если коснуться эту тему то они все или взрослые а я например боюсь брать на тот момент я вообще не представляла как взять большого ребенка я бы сейчас тоже я не знаю так что низкий поклон тем кто берет подростков это очень трудно взрослого человека практически взять свою семью у нас тут с егором как бы терки были такие потому что ему было на тот момент три с половиной года это уже характер а тут подросток так я наверно скажу что посмотреть вот тому кто еще это все не проходил я выписала вспоминала что я смотрела в общем я смотрела фильм Ролана Быкова он так длинно называется я сюда больше никогда не вернусь или короче Люба называется про маленькую девочку вот фильм тяжелый но посмотреть его может быть нужно для того чтобы понять каких детей больше наших детских домах да как я уже говорила что дети из хороших семей если у них погибают родители редко оказывается в детских домах их забирают родственники в основном это дети или отказники с рождения или из семей пьющих людей наркоманов чаще всего ну еще конечно есть у кого родители заболевают да но это уже не маленькие детки это постарше там малыши в основном уже нет детей от бедной студентки которые не на что жить так потом еще есть такой фильм его кстати в ШПР не рекомендовали смотреть я его нашла сама и оно не совсем про приемного ребенка оно просто про ну как сказать про трудности ребенка которого все отторгают что ли и вот потом все таки приняли его этого ребеночка посмотрите этот фильм это то ли дипломная работа то ли что то такое Мария Мажар за имя мою девочку там звали Аннушка по сюжету она ее почему то все там фашистской называли скорее всего наверное мама ее родила вот немца вот у нее мамы не было ее воспитывали какие то родственники и вот фильм об этой девочке фильм короткий о том какие книги я читала я рассказывала в прежнем видео но я повторюсь я читала значит Юлию Борисовну Гиппенрейтер я читала Людмилу Петрановскую я читала Тиану Машкову кстати я недавно прочла еще одну ее книгу которая называется здравствуйте меня зовут Гоша кстати этот вот Гоша ужинками очень похож на мою мишку есть видео запись интервью вот этого молодого человека и вот книга книга очень откровенная о ее жизни с его слов записанной Дианой тоже если у вас есть такая возможность почитайте эту книгу там вот как раз про подростков так и еще одна книга это Анна Гайкаловой Анны Ильинишна Гайкалова День девятый тоже очень интересная книга я уже говорила что именно эта книга меня перевернула с ног на голову вот так я наверное буду заканчивать сегодняшнее видео извините что вот так вот длинно получилось и наверное очень много слов паразитов у меня вот еще что-то еще раз извините я буду стараться как-то может быть более лаконично рассказывать а сегодня я прощаюсь со всеми всем всего хорошего до свидания до свидания Продолжение следует...